ассаляму алейкум здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас очередной урок по арабскому языку по учебнику мабда ул киро напоминаю что мы проходим третью часть данного учебника прошу прощения и сегодня мы с вами иншалла пройдем двадцать шестой урок вот здесь написано аддарсу садису валь аишру на то есть двадцать шестой урок тема или название нашего урока аль-малабису одежда как всегда к этому уроку есть подготовительные слова я их в ордовском документы приготовил чуть позже покажу пока прочитаю слова переведу а потом прочитаю текст и также его переведу иншалла и так первое на слово дана сун дана сун это грязь это подлость иртеда он это надевать на себя индыгат он давление или сжатие рибатор рака бати галстук баникат он это воротник лахов он это взгляд или взор и таштит он рассеивание теперь что касается иртеда он подлость иртеда он надевать на себя индыгат он давление или сжатие рибатор рака бати галстук баникат он воротник лахов он взгляд или взор таштит он рассеивание теперь что касается текста альгороду минал малабиси сатруль джисми у ахиф дугу минта фирил барди вал харри васа ирил муэссиротил джауи яти цель от одежды или цель отношения так сказать одежды заключается в том чтобы прикрывать тело и защищать его то есть защищать тело от влияния холода жары и других воздушных так сказать муа сирот до основным период то что могут вредить или скажем вредить влиять точнее то что может повлиять но здесь можно перевести вредители и других вредителей ва хайсу кана хуал гарабу минха фаяль за мука антар тани я бина во фатия ва хиф дыга минал васахи вал казари ват тураби лабил ифраты фи тахсиниха ва бахджатиха ва артифа и фаманиха ва хайсу кана хуал гараб раз уж цель от одежды вот такая то есть раз уж это является целью минха от одежды или от ношения одежды фаяль за мука тебе необходимо антар тани я заботиться о чистоте и и и то есть вот о ее чистоте то есть о чистоте одежды вот из би надо переводить о то есть заботиться о чистоте и и то есть о ее чистоте от грязи от ну как бы от того чтобы она ты должен защищать ее чтобы она не испачкалась и не загрязнилась и также должен защищать от пыли но это не означает что нужно проявлять крайность или прибегать к крайности в ее красоте бахджа тоже как красота и дороговизне ее цены то есть здесь говорится что не обязательно чтобы она была самой модной самой красивой одежда и не обязательно чтобы она была самой дорогой самый главный чтобы она была чистой из зина турражули би альми хи ва адаби хи ва ма рифа ти хи ва хусни так как украшение мужчины или украшает мужчину его знание его адаб воспитание и ма рифа его начитанность хусни ах лак и его благие нравы вакамали тарбет и его замечательное воспитание но не украшает мужчину его одежда с мужчину не красит одежда мужчину именно красит так сказать вот его знание его воспитание и его так сказать нравы один из поэтов сказал если мужчина не загрязнил ну как бы не загрязнился подлостью или не загрязнилась подлостью его честь ну грубо говоря если честь мужчины так сказать не стала грязной и человека никто не считает подлым то любая одежда которую он носит она будет красивой для него или на нём ва я льзаму антакуна л-ма-Лабису мута вассит а Танфиса Ати бехайсу лаяхсу люминха адна индыготин аляльа а breakup- и вата рули саяли даме также необходимо чтобы одежда вот это он чтобы одежда такуна была средней по размеру То есть, одежда не должна появляться от одежды даже маленькое давление или сжатие на органы, на части тела, и одежда не должна нарушать сайридам, то есть, в общем, хождение крови. Ну, если как бы дословно перевести. Одежда не должна преграждать путь крови. Кровь, она должна циркулировать. Поэтому одежда не должна нарушать циркуляцию, так сказать, крови. Также необходимо, чтобы она, то есть, одежда была мунасиботан, подходящей для сезонов года. То есть, летом надо носить, скажем, легкую одежду. Конечно, летом в шубе не надо ходить. Вал-ақалим. Она должна соответствовать континенту, где человек живет. Ну, как бы в России зимой, конечно, тепло надо одеться. Вас-синни. Она должна подходить человеку по его возрасту. Все равно, если там, скажем, человек преклонного возраста, если будет носить сильно молодежную одежду, это, конечно, его не красит. Вас-сиххати. Она должна подходить по здоровью человека и по его болезни. То есть, во время здоровья и болезни тоже надо, как бы, выбирать подходящую одежду. Во-ой-якая. В-шад рибат рикапة. В-бниقة льковы шад-д-д-жай-д-д-жай-д-д-д-жай-д-д-д-жай-д-ді-д-д-д-жай-д-д-д-дай-д-д-д-д-д-д-д-дай-д-д. «Ва-и-я-ка, остерегайся» – сильно завязать галстук и воротник рубашки, очень сильно, то есть «шаддан-кау-я», не надо очень сильно завязать галстук и пристегивать, так сказать, воротник. И также остерегайся давление одежды на грудь, то есть в области груди одежда не должна быть такой узкой, скажем, маленькой. «Валь-арджул» – также одежда не должна давить на ногу, то есть брюки, потому что все это, то есть такая одежда маленькая, которая сжимает, которая давит, потому что она, как бы «янша-у-анзаль» появляется вследствие этого «аббара-ру-заид», то есть постоянный вред, сильная боль, болезнь и постоянная усталость. Если человек будет носить такую одежду, он постоянно будет чувствовать себя, как бы, утомленный. «Валь-арджул» – также необходимо, чтобы она, то есть одежда, чтобы одежда «ля-такуна» не была очень длинной, потому что в таком случае «я-с-ра-а-с-фасаду-ха», то есть она быстро испортится, если по земле, грубо говоря, так сказать, таскать, конечно, она быстро испортится, одежда. «Валь-арджул» – одежда не должна быть так же короткой, чтобы вид одежды не испортился, то есть так некрасиво будет выглядеть короткую одежду носить. «Валь-арджул» – одежда должна соответствовать «ля-адати ам-салил-инсан», то есть обычаям, традициям, которые приняты у человека. Поэтому лучше не использовать от нее, то есть имейте в виду «ля-юст-а-малу-минха», лучше не использовать ту одежду, которая «юджибу-шухратаху» сразу же привлекает внимание у других людей и привлекает взор людей к себе. «Лах-зы-хи-бил-у-юн», то есть взор, да смотри, вот глаза людей к себе. Лучше не носить, скажем, очень яркую, яркую, может быть, одежду, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание. «Валь-арджул» – «Валь-арджул» – «Валь-арджул» И необходимо, чтобы ты, когда захочешь спать, повесил свою одежду на определенном месте. Боясь, чтобы они не были разбросаны, в противном случае, если вещи не хранить в одном месте, в противном случае, ты утром проснешься, и если захочешь одеться, ты начнешь искать свою одежду. И будешь бегать туда, обратно, будешь спрашивать кого-либо, где одна пара твоей обуви, а про другую пару другого человека будешь спрашивать. То есть у тебя, так сказать, твое мнение или твои мысли будут рассеяны, и твое сердце будет сжато, то есть тебе будет плохо. Бывает так, что утром проснулся, тебе очень срочно надо ехать куда-то, там, скажем, на работу, может носки будешь искать только там 30 минут. Поэтому так не надо делать, а надо все держать в порядке. Надеюсь, что здесь все было понятно. Если что-то было непонятно или какие-то у вас вопросы будут, спрашивайте в комментариях, с удовольствием вам отвечу. Спасибо всем за внимание, доброго всем здоровья, до новых встреч, подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube канал, ставьте лайки. Ас-саляму алейкум. Субтитры сделал DimaTorzok